Сейчас мы с вами займемся не от стеклами, а системой гораздо более простой и гораздо более нужной для вас. А именно, мы сейчас займемся двоичной системой числений. Эта система позиционная, то есть в ней смысл цифры зависит от того, на каком именно месте эта самая цифра расположена. Надеюсь, вы разрешите мне сделать следующее. Взять ладуну и опечатать. А дальше, давайте договоримся. Это будет один, два, четыре, восемь. А вот это будет 16. Рядом. Я нарисую еще одну ладуну. Лидия не догадался, надо убить там дальше, но... И напишу там. 32, 64, 128. Догадайся. Плюс вложение на 2. Я понимаю, что вложение на 2. Что будет дальше? 128, 128, 128. 256, 256. 256, 512. 512. 512. Молодцы. Я буду использовать только пальцы двух рук. И я уверен. И я уверен в вас, можно... Можно... Так, вот сейчас, пожалуйста, возьмите одну руку. И мы будем сначала при помощи одной руки. Показывать числа. Показывать числа. У нас получится от нуля до 31. Значит, всем требуется сейчас проследить. Потом мы, разумеется, это все запишем при помощи цифр. Разберемся, как обозначают числа в двоичной системе. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, поехали. Показанный вам клак. Это значит, ни один палец не... Это ноль. Это ноль. Абсолютно верно. Значит, я умею показывать ноль. Так, пожалуйста, всем покажите ноль. Ноль. Отлично, да? Вот, всем игрокам нашим покажем вам. Теперь, что такое единица? Это один палец. Это один большой палец. Один... Неважно, какой-нибудь. Какой тебе удобно, то и давай. Итак, большой палец — это единица. Можно? Можно. Его загибаем. Показываем указательный палец. Это двойка. Нормально? Да. Нормально. Как показать тройку? Вот так вот, большой и указательный. Большой и указательный. Значит, ребята, дальше мы подряд тоже все пройдем. Дальше, но давайте, чтобы потом не тратить время, все-таки уже начнем записывать результаты. Значит, смотрите, как мы это будем делать. Пальцы. Большой. Какой дальше у нас? Указательный. Средний. Безымянный. Какой еще бывает? Безинец. Безинец. Теперь нужно соображать, какие числа мы с вами должны показывать. Ноль — очень просто. Все нули. Так, пожалуйста, эту таблицу в обязательном порядке все нарисуйте. Учтите, что высота у меня будет очень большая. Будет от нуля до тридцати одного. Поэтому просто подряд до какая-то тратит надо, чтобы пошла такая таблица. Единица. Записывается так. Эти пальцы показывать не надо. Большой палец надо показать. Двойка. Так, ребята, чтобы вы не путались, давайте я здесь напишу значения числовые. Один, два, четыре, восемь и шестнадцать. Мы сейчас должны набирать очередное число при помощи вот таких вот слагаемых. При этом каждое слагаемое мы либо берем, либо не берем. Здесь у нас единица, здесь ноль. Дальше тройка. Тройка, тройка, тройка. Это один плюс два. Четверка. Что такое четверка? Нет, это просто четверка. Это средний палец, а остальные не показывают. Пятерка. Средний и большой. Средний и большой. Шесть. Средний и указательный. Так, совершенно верно. Четыре плюс два. Как писать семь? Господа. Два указательного. Говори, говори. Два указательного. Нет. Вторую использовать пока нельзя. Вторая. Четыре, два, один. Что? Четыре, два, один. Четыре, два, один. Четыре плюс два плюс один. Так записывается число семь. Я обещал, что мы с вами дойдем до тридцати одного. На самом деле, я свое обещание обязательно сдержу. Единственное, нужно просто табличку компактнее, потому что иначе у меня явно ничего не получится. Так, большая просьба работать с самим в тетрадях. Желательно не особо глядя на доступ. И потом проверить свои ответы. Так, вот мы дошли до шестнадцати. Давайте, чтобы мы сюда шерчем. Значит, здесь у нас будет семнадцать. Ничего по-настоящему сложного сейчас у нас нет. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Давайте продолжим здесь. Двадцать шесть. Значит, нестились. Безымянный, средний, указательный и большой. Здесь тридцать, тридцать один. А вот дальше я не могу продолжать таблицу по той простой причине, что тридцать один это шестнадцать плюс восемь плюс четыре плюс два плюс один. Это полностью показанная вам рука. Вот она рука полностью. Если сложишь, ну сами посчитайте. Один плюс два – три. Плюс четыре будет семь. Плюс восемь будет пятнадцать. И плюс шестнадцать будет тридцать один. Честное слово. Таким образом, дальше таблицу продолжать, к сожалению, нельзя. Но запомните ее нужно. Надо заполнять все пять позиций. Нет, а какие фирмикальные палочки есть уже? Что такое? Нет, это не верно. И разряда в пять шестнадцать. А, да, у вас еще проблема с воздухом. Это замечательно. Придется просить кого-то, кто повыше, да, кстати. Я написала. Я написала. Я написала. Да, конечно. Вольно. Какой, господа. Семнадцать – это шестнадцать плюс один. Это значит единица три нуля единицы. Число? Число восемнадцать. Единица два нолика один и ноль. Девятнадцать. Шестнадцать. Плюс два плюс один. Здесь все правильно было написано, потому что я добивающую цифру для меня одного размера. Двадцать. Это шестнадцать плюс четыре. Очень хорошо. Двадцать один. Единица. Ноль один, ноль один. Отлично. Вот дальше. Забыли вот этот ноль. Двадцать третий. Давайте поймем почему. Шестнадцать. Четыре. Два и один. Шестнадцать и четыре – это двадцать. Два и один – это действительно двадцать третий. Ребята, если вы внимательно посмотрите на то, что у нас получается в шестне, то вы обнаружите, что как только становится много единиц в конце числа, так они все превращаются в нули, а в предыдущий разряд пишется единица. Вот смотрите, здесь оказались три единицы подряд, так вот в следующем числе они все заменятся на нули, сюда пойдет единица. Шестнадцать плюс восемь – это в точности сколько? Двадцать четыре. Двадцать четыре. Шестнадцать плюс восемь – это двадцать четыре. Как получить двадцать пять? Надо к двадцати четырем прибавить что? Единицу. Единицу. Отлично. Но тут просто кто-то несколько раз пытался, поэтому от него остались как сильные прыжков. Надо к двадцати пяти прибавить единицу. Для этого последняя единица заменяется на ноль, а перед ней пишется единица. Так и пишем. Один, один. Ноль. Один, ноль. Давайте проверим. Давайте проверим, так это или нет. Шестнадцать плюс восемь плюс два. Действительно двадцать шесть. Как перейти к следующему числу? Да просто единицу прибавить. Один, один, один. Как перейти к следующему числу? Один, 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 ноль, ноль. Очень хорошо. Здесь конечно никаких семнадцатых нет. Надо просто прибавить единицу в стимуляции. Один, 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 ноль, один. Тридцать тоже написали, тридцать один написали. Отлично. Вот, господа, таблица у нас готова. Сейчас надо понять, что если бы вас с детства учили не тому, что один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вас не так учили? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А если бы вас учили сразу, что большой палец – единица, указатель – двойка, средний – четверка, безымянный – восьмерка, мизинец – шестнадцать, то вы точно так же естественно показываете числа. И заметьте, пожалуйста, вам одной руки хватило бы до тридцати одного написа. Всего лишь одной руки. Вопрос, почему вас этому не учили? Не знаю. Да? Нет. Абсолютно не знаю. Да? Да? Потому что чиселы. Вместо амиралов. И что? Вторая рука – это уже до тысячи двадцати трех. Не всегда. Не всегда надо считать на пальцах, потому что мир не совсем современный. Не совсем современно? А? Современный мир. А? Что? Мир современный. Мир современный. Еще одна пальца – это несовременно, да? Значит, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять – это современно. А? Не знали. Не знали. Глупые и глупые. Космические корабли запускают, интернет работает, а на пальцах разумно считать не научились. Нет, ребята, есть очень простая, чисто физиологическая причина. Дело в том, что пальцы у человека решили легкие. Это правда. Однако, давайте, как вы мне сейчас попытаетесь показать, например, вот это число. Двадцать один. Легко и непринужденно показывает большой палец, средний и мизинец. А теперь почувствуйте, на самом деле, удобно вам это? Нет. Или же пальцы напряжены и еле-еле-еле. А? Я понимаю, если второй рукой придерживать, да, еще подбородком, тогда да, тогда совсем удобно. На самом деле, просто у человека пальцы недостаточно гибкие. Смешная проблема. Чуть-чуть не хватает гибкости пальцев. То есть, если поставить себе задачу, вот сейчас, это мы сейчас обязательно сделаем. Всять и просчитать, вот прямо показать. Мы это, конечно, сделаем. Но после этого, вы меня извините, пальцы будут болеть. Чтобы было чувствовать некоторую усталость. А, естественно, в обыденной жизни никакие такие вот напряжения нам совершенно не нужны. И если вы в магазине показываете там, не знаю, цену товара, то желательно, чтобы после этого не надо было идти к врачу и пальцем болеть. Правильно? Если бы пальцы у человека были бы действительно абсолютно гибкие, если бы я сейчас мог один палец взять, независимо от других, то безусловно пользовались бы вот этой системой. Но чуть-чуть не хватает гибкости пальцев. Значит, для того, чтобы по-настоящему запомнить, потратить сейчас пять минут на то, чтобы пройти подряд по этой таблице от нуля, так, все пальцы сжаты, это что? Ноль. Ноль. Дальше. Один. Дальше. Два. Два. Ой, нет, два вот так. Два – это только указательный палец. Так, все успеваем делать. Так? Да. Отлично. Как три? Три. Четыре. Средний палец. Пять. Шесть. Успеваем. Семь. Дальше трудная вещь. Восемь. Восемь – это надо показать только безымянный палец. Не знаю, у меня очень трудно он показывается. Восемь. Девять. Два пальца. Единица и восьмерка. Согласны? Да. Отлично. Дальше. Десять. Дальше. Одиннадцать. Одиннадцать совсем тяжело, правда? Да. Сделали это все? Да. Это восемь, два и один. Одиннадцать. Двенадцать уже легко. Это восемь плюс четыре. Это двенадцать. Дальше. Тринадцать. Все показали? Да. Тринадцать. Это восемь, четыре и один. Это что? Четырнадцать. Дальше. 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 И показываем следующее. Это 16 плюс 4. Сколько? 20. 21. 21. Так? Да. Дальше что? 22. 23. 24. 25. 26. 27. Успеваем. 28. 29. 30. 31. 32. Нет, я всего. 31 дальше уже нет. На одной муке больше чем 31 не покажешь. Теперь вопрос. Как показать 32? Очень просто. Вторая такая. 32, 33, 34, 35. Господа, смотрите. Я, конечно, мог бы сейчас при помощи двух рук досчитать до 1023. 1023 это когда все пальцы показаны. Разумеется, я делать не буду. Высвал время. Важный принцип. Двоичная система является позиционной. Поэтому при помощи очень небольшого количества знаков. Заметьте, двоичная система в этом смысле совершенно. В ней есть только две цепи. Ноль единицы. Так вот. При помощи небольшого количества знаков. Удается. Пользуя всего 10 разряда. Показать числа от 0 до 1023. То есть двоичная система ничуть не хуже. Наши с вами привычные десятичные. Ольга Агентства. Продолжение следует...